Великой Отечественной войны 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 Любое благое начинание все равно требует поддержки. Ведь, понятное дело, если мы имеем дело с коммерческими проектами, это одно дело. Когда есть идея оставить что-то после себя, или наоборот, даже сегодня сделать что-то важное для сохранения нашего культурного, исторического, патриотического наследия, возникает, естественно, проблема не только в том, как это сделать, но как найти поддержку. Вот одна из секций форума как раз посвящена этой проблематике. Как найти партнеров, как найти поддержку, как показать структурам органов государственной власти какой-то общий вектор взаимодействия по решению задач, которые стоят перед любой общественной организацией? От мысли, которую вы сказали, любое благое начинание тяжело находит поддержку, но здесь я бы даже, говоря о теме Великой Победы, я бы даже развил мысль находит противостояние, абсолютно другую противоположную позицию. Хотел бы, чтобы вы все-таки обсуждаете по-любому со своими коллегами, единомышленниками, которые находятся по другую сторону Победы, мысль о том, что мы слишком так милитаристко настроены, вот мы слишком часто говорим о войне, вот у нас такая философия войны постоянно прослеживается. Что вы на это отвечаете? Я регулярно получаю такие вопросы, как в устной, как в письменной форме. Часто во время обсуждения возникает один и тот же вопрос. Почему у нас столько линий сходятся на Великой Отечественной? Почему 41-45-е годы стали тем самым монолитом, вокруг которого мы все объединяемся, и о котором уже 75 лет помним так, как будто это было только вчера? Вы знаете, мне кажется, очень легко ответить на этот вопрос. Когда человек о чем-то много или убежденно, или искренне говорит, это ему дорого. Мне сейчас трудно себе представить что-то более дорогое для нашей страны, для истории нашей страны, чем 9 мая 45-го. Ведь 22 июня страна действительно была на пороге не просто катастрофы, а самой возможности дальнейшего нашего существования. На Волге действительно, как это может быть уже привычно, банально звучит, тогда решалась судьба не только Советского Союза, решалась судьба всей Европы, а может быть Африки, Азии, и может быть даже и Америки. Для нас это настолько дорого и настолько важно, что мы просто считаем необходимым хотя бы здесь, хотя бы сегодня, в рамках форума, причем который действительно имеет такую колоссальную поддержку власти Республики Дагестан, что очень приятно. Еще раз об этом напомнить тем, кто сегодня просто пока еще молодые, кто пока мало читал, мало смотрел, мало слушал. У нас с каждым годом уходит все больше ветеранов. Не с кем будет через некоторое время просто поговорить с носителями этой правды. А те, кому сейчас 30, 40, 50, вот на нас-то как раз и лежит эта ответственность, не просто сохранить это знание, а правильно передать его тем, кто его и продолжит передавать далее. Поэтому я не вижу, например, здесь никакой милитаристской настроенности. Вы знаете, было бы странно, наверное, если бы вся страна, весь народ, миллионы людей выходили на шествия, посвященные какой-то бытовой проблеме, изобретению, я не знаю, там стиральной машины, или просто элементарно постройке первого какого-то небоскреба. Это настолько будничное и обыденно, не стоит, наверное, столько внимания уделять. А победа – это тот день, это та дата, благодаря, собственно, которому хотя бы элементарно сегодня можно с вами в студии пообщаться. Как вы считаете, пройдет время, что будет? Мы, говоря о себе, мы очень далеко по времени от победы, но мы очень часто говорили в школе, в детстве с теми людьми, которые имели отношение к войне, к победе. И мне кажется, вы об этом тоже сказали, что благодаря такому живому общению, это были наши деды, о том, что они пережили, прямо они нам говорили во время различных бесед, и это что-то наше, то, что как будто бы мы сами это пережили. Ну, конечно, это тяжело так сравнивать, но это что-то стало то, что воспитало нас. Но для поколения, которое сейчас только входит в школу, для них, может быть, я ошибаюсь, это будет тоже, может быть, что для нас это какая-то Первая мирная война, либо война 19-го. Либо Куликовская битва. Да, Куликовская битва. Ну, да, было. Это отлично. Это отлично, что мы с Тяней на Угре пришли. Это отлично, да, Бородинская битва. Победа, она объединила тогда нас. Но как-то это все, ну, да, дата, это событие. А что, вы считаете, будет с этой победой? Эта победа, даже 75 лет ее, даже 80, даже 100 лет этой победы, это все равно возможность и, скорее, даже обязанность заложить в новое поколение самые простые истины. Что такое добро, что такое зло. Что такое правильно, что такое неправильно. Поколение, которое победило в этой жуткой, в этой кровавой войне, это поколение не думало о каких-то, может быть, иногда подчас высочайших материях, о смысле жизни, о том, что будет через 50-75 лет. Они об этом не думали. Им нужно было просто взять высоту, переправиться через реку и дойти, дожить до рассвета. А может, даже не дожить, но а что же другие? А может, и не дожить. У них были совершенно простые цели. Но они были настолько глубоки, настолько человечны. Может быть, на примере этой победы мы расскажем нашим детям, что такое добро и зло. Понимаете, ведь чем сильнее воспитательный момент, силу, которую мы направляем на наших детей и внуков, вы знаете, ведь тем больше гарантии, что не развалится страна, что она не исчезнет с карты мировой. И в конце концов, ну уж совсем буду прост, наверное, в своем измышлении, это гарантия того, что нас самих не зададут в дом для престарелых и не выкинут просто со страницы истории, что мы сами что-то успели и смогли сделать. И как памятник нашей работе, это будет достойно воспитание, достойно воспитанные наши дети и внуки. Бессмертный полк России – это акция в нашей стране, уже точно, мне кажется, известная любому человеку. Но у вас организация. Кроме вот этого месяца в году, кроме этой акции, в течение всего года, чем вы занимаетесь? Это прекрасный вопрос. Это, наверное, один из самых главных и частых вопросов, на которые отвечаю. Но тогда сразу вас поправлю. Не только в нашей стране. Бессмертный полк – давно это действительно всемирная, колоссальная акция, колоссальный масштаб. Достаточно сказать, что только в 2019 году шествие прошло более чем в 100 странах. В этом шествии приняло участие около 1 миллиона человек. Представьте себе какую-то дату, какое-то событие, настолько тесно связанное с нашей страной, с бывшим СССР и с нынешней Россией, чтобы за рубежом оно получило такой отклик. Я таких примеров не знаю. Да, может быть, конечно, Новый год, но, сами понимаете, это старинный календарный праздник, это все понятно. А что же такое Бессмертный полк, Бессмертный полк России? Что это такое? Да, это давно, конечно, не акция. Не только акция. Это большая организация, в частности, в нашей организации 76 региональных отделений. И несколько лет назад, после того, как акция, как шествие приобрело такой размах, когда счет стал исчисляться уже на участников миллионами, действительно возник вопрос. А может быть, такой ресурс, такой потенциал не растрачивать в течение года попросту, когда люди не могут найти приложение своей энергии, когда есть желание что-то сделать совместно, о чем-то вспомнить совместно, помочь кому-то, может быть, действительно это делать в течение всего года. Так и родилась организация Общероссийское общественное движение Бессмертный полк России. Она обрела региональное отделение, где абсолютно на безвозмездной основе общественники, люди, причем, которые имеют основное место работы, они заняты другими делами, но все равно находят время принимать участие, реализовывать проекты нашей организации. Изначально Бессмертный полк – это была акция, которая зародилась просто из народа. То есть это, можно так говорить, это была стихийная акция. Когда говорят, что это было в разных уголках страны, но одна из версий – это о том, что журналисты вышли на эту акцию, одного из средств массовой информации, это было что-то такое общественное, народное, стихийное. Сейчас, я думаю, вам этот вопрос тоже задавали, расскажите и на площадке нашего телеканала. Сейчас это что-то стало таким государственным, окологосударственным. Все это как-то либо регулируется, либо все-таки с участием чиновников, к чему регулярно, так было у нас всегда и на Руси, своеобразное отношение народа, когда к чему-то начинает иметь отношение государственная машина, либо чиновники. Вы наблюдали все это, вы участвовали в этом. Это было в разных таких формах. Как вы считаете, что-то поменялось в этом? Вы знаете, вопрос игры слов. Это народная акция, конечно, народная, потому что почти 10 миллионов человек участвуют ежегодно. Меньше, больше, в зависимости, естественно, и от сил, от возможностей людей, от погоды. Государственная акция, конечно, государственная, потому что все государство принимает в нем участие. Насколько органы государственной власти участвуют? Совершенно прямым образом участвуют, потому что в соответствии с законом властные структуры обязаны не просто контролировать проведение общественно значимых мероприятий, каких-то акций, но и, естественно, они получают заявку от наших активистов на проведение такой акции. Эта заявка согласуется, установленная в законном порядке. Государство в лице своих структур, региональных органов власти, государство обеспечивает, наконец, безопасность этих шествий в разных уголках, начиная от крочечного поселка, где может выйти вообще 5, 7, 10 человек, и включая самыми крупными городами Санкт-Петербурга, Москвой, где выходят миллионы. Поэтому народная акция, государственная, и так, и так. Случаи, вы их видели, когда плакаты в итоге где-то обнаруживают. Я не хочу даже детали тебя описывать, потому что каждый раз на это неприятно смотреть, тяжело смотреть даже бывает. Человек вышел на акцию, потом он не понял, что он сделал, на мой взгляд, зачем он пришел туда. Вы как-то с этим работаете? Конечно. Я могу сказать, что вся региональная сеть, все региональные отделения по итогам ежегодного проведения шествия Бессмертного полка представляют нам элементарный отчет о том, как все прошло, сколько по данным правоохранительных органов приняло участие людей, какие были эксцессы, и самое главное, какие были перегибы. В феврале этого года активисты Бессмертного полка совместно подготовили принципы. Принципы шествия Бессмертный полк, которые были утверждены, соответственно, штабами Бессмертного полка. Это совершенно нехитрые истины о том, что такое Бессмертный полк и как должно выглядеть это шествие, чтобы не нарушать изначального смысла, изначальные задумки тех людей, кто стояли у истоков этой акции. И, поверьте, в каждом регионе все равно, конечно, появляются в кавычках особо одаренные граждане или чиновники, которые иногда перегибают палку. У нас фиксируются десятки таких фактов, и, поверьте, они не остаются просто на бумаге или просто у нас в помещении с полком у меня на столе. Мы каждый раз уведомляем официальным письмом как соответствующие властные структуры на местах, где такие нарушения выявлены, а общую сводную таблицу таких нарушений мы для сведения, чисто для сведения, направляем в администрацию президента Российской Федерации. Потому что мы считаем нашим долгом работать не просто совместно, работать по организации этого шествия, но и постараться нашими совместными с органами власти усилиями не допустить опошлений этой идеи. Для нас самое, не скажу, что самое, но одна из главных задач это сохранить изначальный смысл шествия бессмертного полка, а не как иногда, кое-где, я извиняюсь, порой у нас возникает желание у отдельных граждан превратить шествие в компот из 1 мая и 7 ноября. Вот мы не позволим этого сделать. Это прежде всего шествие семейной памяти. Это шествие, как дань уважения ветеранам, как ушедшим, так и живым. А символика, флаги, шарики воздушные, значки – это все-таки атрибутика, это вторично. Первое и самое главное, что у нас во главе угла, самое главное – это портрет ветерана и не обязательно в руке именно его внука, сына или правнука. Ведь не секрет, что колоссальное количество солдат, оставшихся на полях, в лесах и в болотах, у них не было семей, они их не успели создать. Поэтому, если, например, какой-то неравнодушный человек нашел историю такого молодого солдата, ушедшего от нас в 41-м навсегда, и выйдет с его портретом, я не вижу здесь ничего зазорного, особенно если он изучил судьбу и жизнь этого человека. Давайте на этой ноте мы и остановимся. Это как раз и рекомендации ко всем тем, кто, может быть, в этом году захочет впервые, либо в прошлом году он прошелся бессмертным полком, но не до конца понимал, что он делает. Я думаю, это отличные рекомендации. Спасибо вам большое и желаю... Спасибо за приглашение. Всего доброго. Это были подробности. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»